Ауслабинский композитор создал музей инструментов в собственном доме. По баянам, аккордеонам, балалайкам и барабанам можно наблюдать, как менялась история музыки. И даже страны. Это не просто экспонаты. Практически на каждом из них можно давать концерты. Музей посмотрела Юлия Волкова. Он с легкостью мог бы обеспечить инструментами целый музыкальный коллектив. Для этого есть все необходимое. Барабаны, трубы, губные гармошки, коллекция баянов и даже пионерский горн. Что-то отдавали люди. В 90-е что-то успел забрать себе, когда распадались творческие коллективы. А инструменты отправляли в мусорный бак. На свалке нашел медный горн. Это воронежский выпуск, города Воронежа. Выпуск в 30-е году. На нем играли еще в Кеннелевских лагерях Советского Союза до войны. Отмыл, почистил и решил собрать коллекцию для собственного музея. Экспонатов для этого достаточно. Только баянов и аккордеонов не меньше 50. На одних композитор Валерий Кандауров сам недавно играл на концертах. На других – немецкие солдаты в Великую Отечественную войну. Немецкие, да, и довоенные, можно сказать, у них по-другому посажены клавиши. Они вот внутри посажены. А русские, вот наши советские, может, русские, они сверху все клавиши. Вот видите, хоть электронные, хоть не электронные, они все сверху клавиши. Валерий Кандауров по жизни идет с музыкой, поэтому допустить смерти инструмента не может. Реставрирует, чинит и дарит музыкальным школам и училищам. В музее оставляет лишь пенсионеров. Но в руках мастера даже они не выдают своего преклонного возраста. Если настроить, то также зазвучат балалайки, будут трубить трубы и бить барабаны. Хотя фактически они памятники. Валерий Кандауров сумел заставить звучать историю по-новому. Например, его воспитанники играют на ложках по специально разработанной им методике. Скользящие одинары. По одному колену. Вот они звучат по одному колену. А вот через два колена пускаем. Через два пошли. Есть такой прием, как тремоло. Раньше ложки были для фона элементом музыкального номера. Усть-Лабинский композитор сумел им отвести главную роль и научил учеников играть целые композиции классиков. Под аккомпанемент инструментов, которые в два, а то и в три раза старших юных музыкантов. Юлия Волкова, Вадим Волков и Евгений Бородулин. Вести Кубань. Усть-Лабинский район.